Добрый день, уважаемые коллеги. Мы рады приветствовать вас на площадке службы центральной коммуникации. Рады сообщить, что с 1 по 2 октября в Астане состоится третий форум машиностроителей. Сегодня у нас в гостях организаторы данного форума. Рашиди представить, председатель правления Союза машиностроителей Казахстана, депутат Мажелиса парламента Республики Казахстан Мирам Кудабергенович Пшимбаев. Уважаемый гость, добро пожаловать. Пожалуйста, вам слово. Спасибо. 1-2 октября в Астане состоится третий форум машиностроителей Казахстана ежегодный. Темой форума определены такие вопросы, как проблемы и перспективы развития машиностроения в условиях новой экономической ситуации. То есть это вступление, какое влияние оказало на производство отечественного машин и оборудования, такие факторы, как вступление Казахстана в ЕАЭС, предстоящее вступление во Всемирную торговую организацию, новые возможности, а также новые вызовы, стоящие перед отраслью. На площадке форума 1 октября ожидается обсуждение и вопросов различных отраслей машиностроения на семи секциях. Это первая секция транспортного машиностроения, включая железнодорожного машиностроения, секция нефтегазового машиностроения, секция горно-рудного машиностроения, секция электротехнического машиностроения, автомобилестроения, а также вопросы интеграционного характера, который я уже сказал, и кадровая работа. На площадке форума будут обсуждаться эти вопросы и будут принимать участие делегаты из около 450-500 делегатов предприятий нашей страны, а также мы ожидаем участие иностранных делегаций, около 200 членов делегации из 30 стран. На форуме будут обсуждаться конкретные вопросы взаимодействия с иностранными инвесторами, создание новых совместных предприятий, а также на площадке форума будут обсуждаться, как я уже сказал, те возможности, которые у нас будут возникать в связи с расширением рынка, значит, сбыта для нашей продукции в связи с вступлением, как я уже сказал, в интеграционные объединения ЕАЭС и во всемирную торговую организацию, а также мы будем очень подробно обсуждать вопросы возможности использования этих при вступлении в эти организации для нашего бизнеса. То есть, что мы можем предпринять со стороны бизнеса, со стороны государства для того, чтобы наращивать объемы производства, повышать его качественные показатели. И кроме того, значит, задача номер один, если в условиях ЕАЭС сегодня пять стран, значит, имеют прямой доступ на рынок нашей страны, то со вступлением ВТО, значит, конкуренция будет расти, то есть повышение конкурентоспособности продукции отечественного машиностроения. Все эти вопросы мы будем обсуждать и совместно с госорганами, с общественностью, с машиностроительным сообществом будем определять пути дальнейшего нашего движения с тем, чтобы объемы производства машиностроительной продукции, как я уже сказал, мы не только качественных показателей достигали, но и чтобы мы были экспортоориентированы и продавали свою продукцию не только в нашей стране, но и на внешних рынках. Тем самым выполняя прямое поручение президента нашей страны об увеличении экспортного потенциала нашей экономики. Благодарю вас, уважаемые коллеги. Теперь перейдем к вопросам. Пожалуйста, первый вопрос. Олег Рябченко. Вы сказали, что одна из секций будет посвящена нефтегазовому машиностроению. Вопрос касательно него. Сколько сейчас доля нефтегазового оборудования, доля местного содержания в нефтянке, сколько наименований продукции выпускает отечественное предприятие. Если все-таки на фоне снижения цен на углеводороды нефтегазовые компании будут снижать добычу ископаемости, ожидаете ли вы, что эта отрасль пойдет на спад и будет сокращение в производстве? Благодарю. Спасибо. Да, действительно, та ситуация, которая сегодня сложилась в целом, мировой нефтегазовой отрасли, да, оно влияет, прежде всего, и на экономику нашей страны, и на нашу отрасль. Дело в том, что большинство компаний сокращают свои инвестиционные расходы, да, где-то замораживают те проекты, которые могли бы либо освоены в 2015-16 годах, сокращают эти объемы. Но, тем не менее, значит, нефтегазовая отрасль, она развивается, объемы существенных снижений, объемов в нашей стране нету. И на первую часть вопроса отвечая, я сказал бы, что объемы выпускаемой продукции, нефтегазового оборудования, это законченные виды, это насосы, нефтяные качалки, значит, какие-то, значит, крупные детали, да, там, допустим, емкости под высоким давлением. Таких сотни наименований годовых изделий, которые Казахстан сегодня, вернее, наше машострение выпускает и поставляет на предприятия нефтегазового сектора. А, кроме того, есть отдельная часть изделия, то есть изделия, комплектующие к этим технологическим процессам, к этим оборудованию. Их я бы оценил где-то тысячи наименований. И процесс этот, значит, был запущен, как вы знаете, пять лет назад в ходе реализации первой пятилетки государственной программы индустриально-эмоционного развития. И нефтегазовое машостроение очень, я бы сказал, очень динамично развивалось эти годы. В этом году, естественно, я уже, как я уже сказал, в связи с теми моментами, которые я в первой части озвучил, есть определенные сокращения объемов. Но мы ожидаем, что отдельные виды продукции, нефтегазовое машостроение, сегодня предприятия нашего сектора ориентируются поставлять и в страны, таможенного союза, ЕС, а также будем ориентировать на экспорт. Спасибо. Азамат Жомартылык, Казақ радиоса. Казахстан, сұртқын арпықа, осы уақытқа дейін отандық машинажа саусаласының қанча ойнымен шығар білгерді? Сонда яқсыз, отандық машинажа саусаласының экспорттық әлуетіне қандай баға берередіңіз? Осырақ, ажауап өзінес. Сонда яқсыз, отандық машинажа саусаласының экспорттық потенциалы баға бергенде, егерде 2014 жылы біз 60 миллион тенгеге машинажа саусаласында шығабатқан заттарды экспорттасақ, бейлғы жылы ол қүшкене төмедіп кетті. Ол белгілі себептер біздің көршілесі ресейдің экономикасына байланысты өзге әсер етті. Бірақ жалп айтқанда, осы 2012-2013 жылдары оның алдында экспорттық потенциалы тіпті төмен болатын. Сол жаңағы 60 миллион ақшы долларын үшінде, жаңағы экспорттыған таваларын үшінде автомобильдер бар, автомобильдер біздің елде шығабатқан. Аккумуляторлар, соданген электропатистанциялар бар, одаң басқа мұнай ғас саласында шығабатқан, жаңағы мен айттым, көптеген машиналар бар. Бұрғыш, мұнайды жерді бұрғылап, бұрғылайтын жаңағы машиналар бізде шағарлады. Соданген көптеген мұнай ғас саласында жаңағы заттар саймандар бар. Ресей, көршелес мемлекеттерге шығып, сол экспорттық потенциалды ардырай көбейтуге біздің салада мүмкүшіктер әлі бар. Жаңаңызды ол біздің ең маңызды бағытымыз болып есептеледі, саны біздің бағдарламамызды да экспорттық потенциалды көбейтуге. Сол сөйіптеміне осы бірінші, екінші октябрды өтетін біздің форумызды. Осы мәселен біз кеңінен талқылап, осы саланы арғарай дамытып, жолдарын ашып, экспорттық потенциалды көбейтуге қарайтын мәселе ол ең маңызды мәселен бірі біп, біз өзімізге есептейміз. Сүгер Ахмет, келесі ұсырақ бақ кезеді. Машинезау салаларының қай саласы қатты қарқында даңын жатыр Қазақстан сол тұралайтын түрдейді? Машинезау саласын алатын болсақ, өткен 5 жылдықта біз экономикамызда бұрын біздің елімізде шығарылмаған заттарды шығаратын үлкен-үлкен жобалар іске асып, сол заттар шығарылып, және де экспортқа да жаңайтық шығарылып астады, оның үшінде айтық көптеген проектер бар, әнді жүздеген дексек проектер бар, деп айтсақ ол солай, бірақ ең маңызсы, айтыққандам, астанадағы дженерал-электрик компаниясымен шығарылып атқан теплобозлар бар, бұрын біздің елде шығарылмаған маушы. Әлстом компаниясымен електрібозлар шығарылып атыр, түк үші ақтар шығарылып атыр еврокоптермен. Және де автомобиль заводтары бізден елімізде пайда болды. Ол енді өткен 5 жылықта ол және айттық көн ол бөлшектерді джинап шығаратын зборқа болды бізде. Ендігі 5 жылықта біздің алғымыздағы қойғатқан мақсат. Сол автомобильдардың және аңшығару атқан тракторлардың автокомпоненттері кем дегенде елі пайызға жеткіз көрек біз біз. Әйткені елі пайызға біз жеткіземесіп, біз Ресеймен, Белуырыспен, Киргизия, Армения біркен экономикалық бірлестігімізде өзіміздің заттарымызды біз саталмаймыз 2020 жылдан кейін. Сонтан қазіргі ең маңызды мәселе осы автобөлшектерді, құрал жабылықтар, саймандар сол тракторға неден жиналат, сол заттар өзіміздің елдешіп, қазақстандық садержане оның кішінде елі пайызға кем болмау көрек. Өзіп, әзіп, қазақстан қазір біз әз біз қазіргі әйтің түрек біз әселеді. Рахметкелес, Рах, Бенюс. Аннелия Касамова, Бенюс Кизей, здравствуйте. Безусловно, программа индустриализация оказала положительное воздействие на развитие машиностроения у нас в стране. Но, как вы думаете, нужна ли отдельная отраслевая программа для развития машиностроения? И второй вопрос. В этом году у нас снизился объем грузоперевозок через железные дороги. И скажется ли это на производстве грузовых вагонов? Спасибо. Ну, в первой части вопроса, может, со второго я начну, снизятся ли объемы производства. Да, значит, сегодня оцениваются объемы производства железнодорожной отрасли, железнодорожного машиностроения. Это пределы где-то, как я уже сказал, сотни готовых изделий, тепловозы, электровозы, пассажирские вагоны, грузовые вагоны. И железнодорожные отрасли комплектующие оценивают в пределах 10 тысяч наименований комплектующих запчастей для железнодорожной отрасли. Из них на сегодняшний день у нас в Казахстане освоено около 5 тысяч различного рода комплектующих. То есть наиболее динамично развивающие, ко второму вопросу, переходим к наиболее динамично развивающей отрасли машиностроения, является также и транспортное машиностроение, в том числе и железнодорожное. И эти 5 тысяч наименований освоены на наших предприятиях. То есть потенциал, как видите, есть еще, 5 тысяч, если освоены, еще 5 тысяч нам предстоит освоить. И, значит, потенциал огромный, кроме того, возможности этим мы, естественно, не упустим и будем реализовывать. Спасибо. В первой части еще на что-то я не ответил. Вы довольно ответом. Довольно ответом. Во второй части снизится ли объем, вы так и не сказали. Да, объемы, снижение объемов будет, потому что в связи с снижением грузоперевозок, естественно, в национальной компании Казахстан, тема жилу прежде всего, а также на нашем рынке же работает несколько десятков частных компаний, экспедиторов, у которых имеется собственный подвижной парк. В связи с снижением грузоперевозок, естественно, потребности в вагонах уменьшаются. И объемы производства железнодорожных запчастей, комплектующих, также есть снижение. Благодарю вас. Пожалуйста, последний вопрос, стратегия. Здравствуйте. В свете ослабления курса тенге стало очень дорого закупать продукцию с зарубежных стран. Я имею в виду такие машины, как покрузочные, бурильные и так далее. Собирается ли в Казахстане наладить отечественное производство таких машин и как будет идти им поразмещение? Спасибо. Вот как раз госпрограмма индустриального инновационного развития, вот предыдущий вопрос, касательно тоже, и ваш вопрос я бы связался совместно. Из 14 приоритетных секторов экономики, 6 – это машиностроение, утвержденное в этой программе. И в связи с этим, я бы сказал так, да, объемы производства машиностроительной продукции сегодня в нашей стране также растут в отдельных секторах. В некоторых секторах в связи с теми процессами, которые происходят в мировой экономике у наших соседей, я сейчас пример же привел в железнодорожном машиностроении, такая ситуация в нефтянке, есть определенные снижения и сбои. В связи с этим, вот как раз предметом обсуждения на форуме машиностроителей будут все эти вопросы. Мы на площадке, значит, секционных заседаниях в рамках форума будем тщательно обсуждать эти вопросы совместно с правительством, министерством и машиностроительным сообществом, как нам совместно выходить из этой ситуации. И не просто выходить, а восстановить объемы производства в тех секторах, в которых произошел сбой. И главная цель наша, эти возможности, которые я уже говорил, которые возникают перед нашим бизнесообществом, использовать их и нарастить выпуск качественной продукции, которая будет, значит, ориентироваться на экспорт. И об этом глава государства не раз говорил о том, что предстоит интеграция и в рамках ЕС во всемирную торговую организацию. Мы предстоит вступление нашей страны. И бизнес должен готовиться, готовить производство, готовить, сертифицировать свое производство, повышать качество, значит, быть устойчивы в конкурентной борьбе. Все эти вопросы мы будем обсуждать. И дальнейшая наша цель – увеличение объемов качественной продукции и увеличение экспортного потенциала продукции нашей отрасли. Спасибо. Благодарю вас, уважаемые коллеги. В связи с плотным графиком работы мы завершаем нашу пресс-конференцию. Я благодарю вас за активное участие. Я также хотел бы сообщить, что по итогам третьего форума мы проведем еще одну пресс-конференцию. Вы можете принять участие, задать ваши дополнительные вопросы. Я благодарю вас на этом и завершаем нашу работу. До свидания. Спасибо. Спасибо.